Итак, мы продолжаем наш разговор о самых значимых и интересных трансферах, состоявшихся в России, и сосредоточимся на московском локомотиве, который объявил об аренде Фауста Анжорина, одного из самых перспективных игроков Англии, выпускника Академии Челси, который сейчас может стать настоящим открытием для нашего футбола. Хотя, почему только для нашего? Этот парень считается мега перспективным и мега талантом европейского уровня. И почему бы ему не стать таким полноценным открытием для мирового футбола, для европейского футбола? Ведь, в конце концов, локомотив выступает в Лиге Европы, там у Анжорина будет шанс засветиться и показать себя в матчах серьезными командами, поэтому, возможно, Фауста станет открытием не только для РПЛ, но и для всей Европы, и уже в ближайшее время. Давайте разберемся, что же это за суперталант и чем он хорош. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калутский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – 3 бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят! Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, давайте начнем с положительных качеств Фауста Анжорина. Чем он хорош? Во-первых, это действительно большой талант. Он вызывается в молодежной, юношеской и прочей сборной Англии, куда, как известно, абы кого не берут. У него за спиной уже 5 матчей за старшую команду Челси. К 19 годам это уже определенный успех. Все-таки в нынешнем составе аристократов сложно пробиться молодым футболистам. Даже такая суперзвезда, как Маунт, например, далеко не сразу получил свой шанс в основе аристократов. Только после успешного периода в аренде в другом коллективе. Ну и то же самое можно вспомнить про Абрахэм и про других молодых воспитанников Академии Челси, просто молодых футболистов, которые здесь играют. Далеко не все получают шанс и получают его только избранные. И в результате мы видим, что действительно Анжорин это игрок, на которого в Челси рассчитывают. Ему давали игровое время, его хвалил Тухель и так далее, тому подобное. Здесь видно, что это футболист, который не просто там где-то, там на подхвате и, возможно, когда-нибудь принесет пользу. Нет, видно, что на него действительно хотят сделать определенную ставку в будущем. И это, кстати, неудивительно, потому что у него потрясающая статистика за молодежные команды Челси. В 78 матчах 53 очка по системе гол плюс пас. Так, на секундочку, 35 голов, 18 результативных ассистов. И, в принципе, мы видим, что действительно талант большой. А стало быть, Локомотив смог выцепить себе великолепного футболиста, который мог и не приехать. Но, по последней информации, лично Ральф Рангник, который теперь работает в Локомотиве, уговаривал этого футболиста приехать в красно-зеленый клуб. Так что здесь будет интересно на него посмотреть. Кстати, хотелось бы отметить, что один из пяти матчей, который, собственно, Анжорин смог провести в основной команде Челси, он был против российской команды, против Краснодара. И, более того, это был единственный матч в первой команде Челси, когда Анжорин провел на поле большую часть встречи. Он там отыграл 80 минут. И, вы знаете, в принципе, по статистике он показал себя очень неплохо. Два удара, две ключевые передачи, четыре отбора. Это так, на секундочку, лучший показатель той встречи. Так что мы здесь видим, что он способен проявить себя против одной из лучших команд России, против нашего представителя в Лиге Чемпионов. И все это было в тот момент, когда парню только-только исполнилось 19 лет. Поэтому, в принципе, в нашем чемпионате, мне кажется, что у него есть шансы стать настоящей звездой и быть одним из лучших футболистов Локомотива. Из его игровых качеств следует отметить отличный удар, особенно с правой. Это, собственно, и позволяет ему быть таким результативным хавбеком. Также отметим технику и дриблинг. Так, разумеется, здесь все очень относительно, потому что он до сих пор в основном играл на молодежном уровне. И одно дело проходить каких-то молодых пацанов из дубля Арсенала или из молодежки там Астон Виллы, это одна ситуация. Совсем другое будет на взрослом уровне. Но если ориентироваться на его показатели и, скажем так, нарезки с его матчами, с его играми, то техника действительно впечатляет. Также отметим физическую мощь, которая действительно поражает. 185 сантиметров роста, очень мощное телосложение. Учитывая, что парню всего 19, он еще может прибавить в данном вопросе. И вы знаете, при вот этом богатырском росте он показывает очень скоростной, маневренный и темповой футбол. И при этом он достаточно техничен и достаточно, так знаете, изворотлив и подвижен. То есть это такой вариант Халка, простите за сравнение, потому что все-таки это футболист немножко из другого клуба. Но так или иначе, похож вот этот свежеиспеченный железнодорожник на Халка. То есть такой вот шкафчик, который при этом очень активно перемещается по футбольному полю. И при этом может раскидывать всех направо и налево. За счет этого у него хорошая оборонительная статистика. Те же самые четыре отбора в матче с Краснодаром, например. Ну и за счет этого он в том числе отлично играет на втором этаже и забивает часто головой. При этом он универсален. Он вообще способен действовать на любой позиции в полузащите и атаке. Он дважды сыграл, например, за время своей карьеры центрфорварда и дважды сыграл опорного хавбека. И здесь, знаете, какие-то сравнения лично у меня порождаются с Жулио Баптиштой. Такой был бразильский футболист. Тоже такой квадратообразный, шкафоподобный, мощный, который при этом мог действовать и в центре атаки, и на позиции опорного хавбека. Ну, я думаю, болельщики со стажем помнят такого персонажа, за мадридский реал в свое время выступал. Ну и при этом вот этот молодой парнишке из Англии, он способен, конечно, прибавить, он способен раскрыться. И его нынешние характеристики, они могут стать куда более внушительными, потому что перспективы для развития у него огромные. Что касаемо недостатков, первая из них это цена, конечно. Потому что, ладно, аренда, она стоит копейки, но выкуп за 20 миллионов евро, ну это что-то неадекватное, при всем уважении к этому таланту. С другой стороны, мы должны понимать, что в английской премьер-лиге сейчас все ценники перегреты, там неадекватные какие-то деньги вертятся, это самая богатая лига мира. Поэтому неудивительно, что Челси согласен отдать своего главного, возможно, таланта из нового поколения лишь за такие вот деньги большие. При этом хотелось бы отметить, что англичане редко, в общем-то, уживаются в других чемпионатах. Чаще всего у британцев вообще возникают серьезные проблемы за пределами их островов. И мы, кстати, можем вспомнить тот же самый пример О'Коннора из Локомотива, нападающего, выступал здесь. Шотландец, ну, не особо себя проявил. Можно вспомнить и Бентли в Ростове. Особняком, конечно, смотрится МакГиди, но вы вспомните, какие особые условия создавались для Эйдена МакГиди в Спартаке. Там, можно сказать, и команда под него подстраивалась и так далее. Поэтому тут, на самом деле, есть определенный риск, что британец не заиграет за пределами Англии. Также отметим, что в нем мало опыта, всего 5 матчей на взрослом уровне. И, разумеется, здесь традиционный вопрос, сможет ли он перенести свои таланты с молодежного уровня на взрослый. Тем более, что его успехи в молодежных командах Челси в том числе обеспечивались его физической мощью. Тем, что он доминировал на фоне соперников. Но одно дело выталкивать с позиции какой-нибудь молодого футболиста из юношеской команды Арсенала там или кого-то еще. Другое дело играть со взрослыми крепкими мужиками. Поэтому здесь, на взрослом уровне, физическая мощь Анжорина может быть уже не так актуальна. Ну и, разумеется, его величество лимит на легионеров. Напомню, что в России по-прежнему действует ограничение 8 легионеров, а в локомотиве иностранцев уже 9. Так что будут, по всей видимости, отзаявлять за Луиша. Потому что он и так травмирован и, скорее всего, и так не сможет сыграть в этом круге. А после зимней паузы придется снова решать, кого отзаявлять, кого заявлять, кого оставлять. В общем, с этим самым лимитом сплашные проблемы. И локомотив с этим тоже столкнулся. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.